Итак, всем привет, с вами Довгай, продолжаем играть за Индию в Викторе 3. В прошлой серии мы немножко провинции подзахватывали, ну буквально минимально. Но самое главное, мы сделали вот этот вот большой откачок вперед, повысив здесь все методы, исследовав кучу новых технологий. Здесь мы тоже, видите, много где уже готовы подоследовать, у нас вложены уже очки, ждем мы только пока вот этот дойдет. Но я думаю, в этой серии, во-первых, подкачаемся тут, да, но во-вторых, и, наверное, вот самое главное, мы себе прокачаем армию, потому что мы отстаем очень по армии. Очень нам пригодится, если мы сможем защиту свободы слов побыстрее принять, да, что это 35% даст нам распространение технологий, мы начнем догонять очень хорошими темпами. Исследуем мы тоже очень быстро, на самом деле, уже 58%, уже намного лучше, чем как это было в начале, у нас еще скорость образования до последнего левела дойдет, да, у нас образованность пойдет еще выше, так что продолжаем, сфокусируемся мы еще также на то, чтобы вот эти территории себе подзахватить, вот эти, возможно, будем уже объединять регион. Поехали. Кстати говоря, я не замечал, но мы шли уже на первое место, наш картель на своих деньгах смог настроить, получается, кучу других промышленностей, диверсифицировался, потому что зависимость в этой игре ограниченная, ограниченная, да, у нас 21 тысяча торговых путей и больше особо пока что мы получить не можем. Ужасно лагает, как обычно в торговле игра, но максимум мы еще сможем, наверное, вот сюда куда-нибудь закинуть. Я думаю, вот эти все тоже можно прокликать, на самом деле. И начинаем заниматься аннексиями, как я и говорил, пора вот это вот все чудо присоединять к нам полноценно. И можно, кстати говоря, вот эти территории тоже включать. Все-таки это все рядом, и туда неплохо продвигать наше образование. Кстати говоря, смотрите, лайлистов просто безумно много теперь у нас, да, мы налоги сделали очень низкие, зарплаты подняли, можем даже поднять. Еще, к сожалению, ноль смысла сейчас, да, от этого они, слава богу, уже поняли, что это смешно, что ты зарплату ничего не получаешь, кроме одобрения. В будущем они это сделают, но чисто ради людей, дадим им хорошие зарплаты. Все равно у нас деньги, видите, уже, ну, просто безумные какие-то мы получаем. Запасы у нас тоже безумные. Их поддержали французы, но земляпухом этим французам, потому что я просто сейчас закатаю эту страну, и все. Ну, как бы, и все на этом. Французы там могут что угодно придумывать. Я сюда... Даже, смотрите, сюда они войска не ведут. Просто вот это вот капитулируют, и все, и война закончится. А еще я решил построить весь флот, что мы можем построить. По простой причине, чтобы у нас был максимум интересов, и мы на максимум стран экспортировали наш опиум. И вот здесь вот уже французы успели доехать, но не сильно удачно. Их, кстати, побольше, но пока их здесь немного, мы их пробиваем. И я не очень понял, какую провинцию они держат. Видимо, вот эту вот. Ну да. И все, сейчас мы ее захватим. И позиция не останется. Прибрежных... У нас еще вот этот... Давайте вот этот вот субъект еще аннексируем. Прибрежный. Но все остальные уже никто не может помешать точно. И французы сразу автоматически не замирились, но мы давайте отправляем в Белый мир. Да, прекрасно. Господи, ну вот что с вами сделаешь? Они радуются, довольные мной. Ну нет, давайте аннексируем дальше. Слушайте, там продолжаются войны с сыном. Я вижу вон. Он зашел за... Вот эту вот микространу. Север-Германия. Германия союзит с Францией. Вот это ужас. И цинь страдает все больше и больше. Но я не стану его захватывать, потому что это было бы слишком сильно. Кстати говоря, по-моему, субъектом удался, поэтому давайте идем дальше. Всех остальных аннексировать тоже. А вот и распространение технологий наших подъехало. Отлично. Теперь у нас прям сочно будет расти. Технологии, которые мы не исследовали. Смотрите, что мы еще можем делать? Налогообложение в теории поднять? Ну, я не в этом смысле. Я бы, наверное, прогрессивный поставил. Хотя, не знаю, мне и тот, и тот не сильно нужен. У меня денег. Бесконечность. Это тоже, типа, не сильно нужно. Давайте гарантию свобод сделаем, да? Это еще немного полезно. Интеллигентов нужно засунуть сюда. Всех остальных можно выкинуть спокойно. Вот этих надо еще... Да, надо оставлять все правильно. Ну-ка. Поиграемся, посмотрим. Да, вот такой вот должен быть состав. И поехали в гарантию свобод. Никто, кстати говоря, не против, кроме кого. Кроме микрочелов совсем. Бафы отсюда будут, конечно же, приятные. И вот этот парень тоже отступается, сдается. Давайте вот этого... Ага, все еще не можем пока. Давайте тогда продолжать вот здесь. Так. А нет, подожди, я так ухудшаю. Хорошо. С вот этими тоже разбираться. Я так понял, все яишки здесь будут отступаться, потому что вот я с следующего... Господи, что... Они не успели, но улучшать со мной отношения. Да господи. Как же это бесит. Ну, сейчас будем ухудшать. Кто вы думаете, самый умный? А можно вот сюда, на самом деле, сходить. Захватить Афганистан. О, гарантия свобод. Прекрасно. Надо построить сектора. У нас здесь вот они очень эффективные. Просто по бюрократии. Но я бы, наверное, подстраивал еще здесь. Да, мы еще апнем себе это производство. Но все равно нам, скорее всего, понадобится больше ведомств. Так что я думаю, не сильно страшно застраивать их вот в таких вот очень запущенных бюрократических регионах. И да, Сексская империя просто сдалась. Ну, давайте с Афганистаном попробуем. Может, Афганистан не сдаться, и я смогу все-таки их доесть. Наконец-то. Ой, их поддержала Россия. Они теперь не сдадутся. Не должны, по крайней мере. Значит, мы делаем что? Правильно. Ну, захватываем здесь все. Почему я не могу захватить Кашмир? Тут это какой-то бред, кстати говоря. Можно теперь, пожалуй, делать вот так. Мне хватает еще буквально чуточку. Пять. Пять еще надо. Ну, окей, сделаем. Я понял, что у меня здесь перемирие, но они в войну вступят. Почему я не могу против... А, могу. Все. Хорошо. Отлично. Тогда мобилизуем войска, и будем сейчас их захватывать. Смотрите-ка, наши интересы окупились. В том смысле, что мы подкрывали новые рынки, и теперь там везде тоже покупают опиум. И это выгодно, потому что, видите, здесь не пишется, что невыгодны торговые пути. Значит, можно продолжать. Можно продолжать, но... Мы и так продаем, видите, где можно. Видимо, вот эти вот еще не стартанули. Может, нам еще флота достроить будет? Но здесь уже нет людей. Кто-то подзахватить, надо будет достроить флот. Еще интересы поставить, и во все доступные рынки продавать. Ну, это все очень просто. Мы просто заходим в Афганистан, заходим в Сихскую империю. Россия за них вступилась, но ей только если высадится к нам. Но это такое себе, да. Так что Россия просто так по приколу зашла в войну. И на самом деле спасибо, потому что я теперь могу их аннексировать спокойно. Без приколов. Вот Сихская империя капитулировала. И я думаю, вот-вот капитулирует Афганистан. Кстати говоря, Россия сюда как-то пробралась. Возможность того, что здесь общий рынок. Но это странно. На исход-то не повлияло, но это было странно. Блин, выглядит не так красиво, как я думал. Возможно, стоит еще персию подзахватить. Чтобы граница была как-то получше, да. Вот, допустим, вот этот региончик. И как-то уже будет уверенней. Ну и здесь тоже. У нас доступно уже сходок 3 на 5. Давайте нажимаем. Ищем. Большой, ну вот этот. Отлично. И теперь давайте продолжаем анонсировать субъектов. И, кстати говоря, мы здесь захватили очень много угля. Как вы можете видеть, угля нам не хватает. Да, угля, свинца. Так что мы это все застраиваем. Блин. Сюда по людям не ехали. Здесь много еще есть полезного. Давайте попробуем лучшей жизни поставить. В теории, да. Сюда должны ехать. Сейчас небольшая. Но вот под диктом, я думаю, станет получше. Ну и, конечно же, включаем области все. Потому что у нас бюрократии достаточно на это все. И вот этот момент настал. Я так понимаю, флот полностью загрузился, да. Ну, либо, по крайней мере, может, не полностью. Но уж достаточно. Да, не полностью. Я вижу, здесь цифры еще не единые. Но этого достаточно, чтобы мы могли открыть весь мир, как наш интерес. Сейчас подождем и опиум закинем буквально на каждый рынок. Вопрос у нас есть? Кто-то, кто нас не любит и закинул у нас эмбарго? Нет. Значит, мы сможем реально в каждую страну поставить опиум. Я считаю, это достижение Индии. Все говоря, тут Франция опять зашла за раф на страну. Что я могу вам сказать? Давайте вы мне в этот раз уже отдадите. Тонкин? Да, пожалуй. У вас все войска там, вы где-то воюете с Британией. Вот пока вы там воюете с Британией, мы так тихонечко и хи-хи-хи-хи захватим вас в Хайхон. Ну и вот наши марионетки. Я даже не мобилизую свои войска. Сами захватывают вражеские территории. Прекрасно. Мне даже не надо мобилизовать свои войска, чтобы субъекты фонансировать. Субъекты друг другу помогают фонансировать. Прекрасно вообще. И раз то, что у нас есть возможное, давайте протекционера поставим тоже. в принципе нам что еще осталось протекционизм поменять здесь все отлично да здесь все отлично здесь отлично можно вот это поменять и возможно здесь что-нибудь по приколу ну если очень сильно заходить можно еще ставить на плюс прирост здесь но наверное не стоит у нас кстати 38 миллионов они не уменьшаются вырастем слишком много конечно мы в один момент исследуем вот эту технологию и строить еще больше да сейчас мы строим достаточно много имеющихся говоря что у нас золотые запасники до 100 процентов не доходим потому что мы успеваем увеличить лимит к этому моменту мы слишком быстро растем суды говоря общились телепортации принципе эта технология очевидно этого века и оказались вот здесь вот без портов почему бы нет возможно не стоит наших парней сюда закинуть чтобы не подавались да тут вот эти вот французов атаку идут ну пускай и ходят мы просто посидим в обороне чтобы французы не сильно успели сюда запушить и будут были вынуждены заключить мир отдавая нам порт вот этот вот да нас нас больше поэтому мы хоть и с потерями до примерно равными но так как нас больше должна быть в теории меньше но из-за качества слишком большого все еще почти равное и смотрите ишка не перестает наступать здесь до пытаются они в францию сломить сигару них не такие плохие цитаты вряд ли у них получится у нас в принципе тоже но процесс здесь держать еще надо будет долго на самом деле так все говорят запас уже в минус идем пошел да но но порт мы держим так что удачи германия гражданская война германия уже думаю в жизни здесь не объединится очень грустно видеть что германия почти никогда не объединяется в допустим которые два в принципе я бы сказал более-менее это происходило проекцизм есть думаем на следующим законом и давайте займемся то о чем я говорил постройкой точнее продажи оптима везде и надо будет после этого еще достроить конвоев где-нибудь ну все мы готовы продаем видео где можно опиум нужно только как-то порты все получить но увидим а сейчас сюда будем захватывать ну и либо чуть попозже знаете что мы еще можем сделать закон о бедняках давайте социальные выплаты платить нам надо куда-то тратить этот бюджет вас просто но безумные сиденьки инвестиционный полон денежное производство огромные пошлины и гигантские кстати говоря опиум на первом месте по экспорту я им доволен да мы производим просто теперь просто все на мой проект промышленный реально монстр но опиум по пошли нам все еще первые потому что это все мы производим на экспорт а вот это вот гигантское наше производство всех ресурсов в основном это внутренний рынок в общем же видите большей части на внешний получили мы тут пластичные волокна теперь можем еще каучук добавить к производству и нам возможно стоит немножко с гсм уже экспериментировать вот можно допустим вот это сделать да хотя рыбы ну очень нравится мне вот этот баланс кто-то вот нравится но нет не стоит наверное это делать еще мы можем начать производство автомобилей давайте какой-нибудь завод допустим бомбей переведем именно на них сейчас может не хватать гсм но достаточно будет лишь его построить ведь эти страна богатая у нее есть даже нефть хоть и на самом деле очень мало так что не сильно богатая процедура тигра пытается пробиться но кто-то там прокурат наши войска не получается когда прокурат другие получаются ну что ж и смотрите у нас есть телефоны теперь дам лично нужно видеть есть планирование почти доделал но мне не хочется слишком много себя инвестировать пускай вот отвода изучается сама давайте в лифты выйдем сами инфраструктура то вот это полезно сыграть это самое бесполезное исследование просто 10 престижа они реально сделали следы некоторые просто до 10 престижа это если ты обузишь в небоскребы ты получаешь больше ну так это реально просто один небоскреб на 10 престижа господи как же это смешно теперь а знаете почему у нас еще население не мигрирует у нас миграционный контроль стоит а почти что все наше население ну может сказать все кроме вот видите здесь 0 3 где-то процентов от всего нашего населения не может мигрировать она все дискриминируется да так что давайте сделаем культуры но 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 вопрос хватит ли мне вот этого вот чтобы они не депо не дискриминировались здесь да потому что быть культурализм если поставлю то это будет смерть не поедут все все люди мира ко мне поедут и от меня башка счет можно от меня будут уезжать я бы не хотел бы ставить миграцию в индию она франция смотрите потеряла свой порт теперь у него здесь вот анклав она в теории вообще не сможет войска забрасывать молодец франция и мы давайте объем уже этих субъектов наконец-то и закон о бедняках бюрократе отвалилась на все как обычно буквально как только я исследую вот эту теку у меня бюрократе станет хорошо так что давайте чуть-чуть потерпим здесь всего 6 процентов нас денег хватает а потом уже перейдем у нас будет тонна бюрократии мы за максим сразу и это и это и смотрите они реально сюда тут их поддержал смотрите сын австрия до того как я говорю помните что последний портовый субъект и что метро придется делать ну будем делать снаряды на конвои что еще только надо как-то она до сюда в принципе пойдет все австрия будет здесь потихоньку гореть а здесь кстати говорят тоже нам бы войска какие-то выставить сейчас займемся еще и цен тоже будем душите конвоями параллельно можно не знаю где-нибудь еще тут тоже ну-ка налет на конвое сеть снабжение противника вот сюда еще давайте максимально чтобы им жизнь сказкой не казалось просто везде где только можно будет ну я думаю придется нам немножко мобилизоваться закидывая уже мобилизацию почувствовать и говоря стоит не под импортировать смотрите сколько конвоев я не использую это потому что меда с ценим франция что-то делать непонятно на что видимо эмбарго кинула да надо наложать отношения вот с ими и я не торгую франция бары кинул и теперь мне из-за этого пучка двоев освободилась очень много в них торговли было немножко давить у нас отбила ну очень-очень слабо так что просто продолжаем держаться и вот уже смотрите просто намного больше но удачи ребята у них товаров как будто не хватает их мораль серии не регенится они просто сгорают мы еще конвой рейдим по жесткому так что да реально удачи товарищи это ситуация вот такая вот здесь смотрите 285 батальонов австрица все там 200000 о 20000 извините меня вот просто посмотрите на спиняток не обновляется да на вот это вот как это истощение они умирают для первое время обновляется потом нет туда все австрицы австрицы закончились вот что бывает когда варенье ты решишь и все там там походу вообще 0 ну-ка добита просто начинается сразу проигрывается там нет морали вообще здесь такого нету конечно же потому что они здесь снабжаются не по морю но ситуация все равно для них грустная потому что их только много качества у них так себе нравится наша защита по крайней мере и я думаю можно на фоне этого управлять высадиться куда-нибудь так это южно-китайская южная не давайте вот вы высадите куда-нибудь сюда наверно в пекин поехали и вот мы уже начинаем контр-атаку сейчас будем закатывать китай ведь он хочет перемирия аннексия давайте вот так австрия и стоит тебе лес нет никуда не надо сценим смотрите сейчас у нас торговля восстановится а я думаю только вижу нам столько уже не нужно окей с францией было ставить сторону было бы приятно сейчас на лучшем отношении надеюсь что восстановится с они тоже надо всех случаях чтобы они нас м баргане скинули в будущем мы продолжаем на серу субъекта вот этих уже нам никто не может помешать аннексировать потому что у них нету портов и я риса видимо тоже сдалась просто но продолжаем и я на самом деле что сейчас они будут все просто сдаваться вот еще цельский канал изучили . можем купить либо захватить ну давайте давайте начнем с покупки мы все-таки дипломатичный картель весь вариант купить постройка круто а где где кнопка купить вы же написали чтобы такое купить а вот окей отношения ушли родные 20 давайте попробуем и давайте как законы попробуем по принимать да с культурой это сначала отчуждение надеюсь поможет если нет только что там особенность да в теории не должна помочь на самом деле промпопром культура горе не должно помочь до южноазиатской индийской ну да не должно ладно давайте 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 сделаем ужасная мультику торолизм на индии имба становится еще страшнее и это у нас 109 у нас еще нету ни медицины и защиты рабочих какой ужас ведь французы никак не успокоится опять мешают нам аннексировать субъектов но этот раз у них вообще ноль вариантов хоть что-то сделать просто пойдем и аннексируем их можно даже сразу устроить налеты а что они сдались лично давайте этих ребят объем и это может быть под закончить потом приняли мультикультурализм кстати говоря ух сейчас мы заживем на стере дискриминированных нету нас возможно миграция прирастет сейчас будет нечто да все теперь довольны должны быть и вот последний субъект поехал и вот мы поставили себе централизованное планирование ставим здесь телефоны телефон и сейчас будет минусе но это просто что не было спроса на них все теперь все отлично супер можно так через здесь что-то наверное даже не знаю здесь все еще распространяется давайте вот сюда подойдем макроэкономикой хочу торговать здесь пускай распространяется и будем добивать последние тихи уже потихоньку и вот последний минорчик готов все ребята мы объединили индию к сожалению кнопки разработчики не додумались добавить до более там и все еще называется британская диска компании хотя здесь нету никакой британии здесь нет никакой гостинди здесь просто просто азиатская уже какая-то страна такая да и часть западных вот здесь вот видите есть за индии территории восточных до китая в индонезию какие то есть так сказать намерение идти точно нельзя называть британская диска компанией вот в моем случае с вами был бы опять на подписывайтесь на канал если вдруг не подписаны ставьте лайки оставляйте комментарии до скорых встреч пока